здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия распылительных сушильных установок которые нашли свое применение на производстве пищевых продуктов сушильные установки применяются для сушки молока крахмала кофе и чая продукт в жидком виде распыляется с помощью форсунок или быстро вращающегося диска и таким в таком распыленном виде падает вниз а снизу сушилки подается нагретый воздух воздух встречаясь с капельками отбирает у них излишнюю влагу а высушенный порошок падает вниз где с помощью специальных разгрузочных устройств разгружается в бункеры накопители далее рассмотрим устройство и принцип действий распылительных сушилок распылительная сушилка была изобретена семью эрем персии в 1872 году вторая мировая война привела к широкому распространению распылительной сушки молочная промышленность использовала его для производства сухого молока для военных с тех пор было внесено много улучшений это позволило технологии производить высококачественные сыпучие порошки из-за широкого спектра материалов включая пищевые продукты фармацевтические препараты мыло удобрения глины и другие продукты пищевая промышленность занимает наибольшую долю рынка оборудование для распылительной сушки распылители с одинарным соплом составляют самую большую долю рынка составляющую 45 процентов двуступенчатые распылительные сушилки являются наиболее быстро растущими и занимают самую большую долю рынка 40 процентов распылительные сушилки прямо точного потока также доминируют на рынке пищевых продуктов северная америка доминирует на мировом рынке оборудования для распылительной сушки а азиатско-тихоокеанский регион является самым быстро растущим рынком распылительная сушка получила распространение при производстве сухого молока и молочных продуктов сухих молочных смесей детского питания сухой крови быстро растворимого кофе является перспективной при производстве овощных и фруктово-ягодных порошков этот метод позволяет значительно интенсифицировать процесс за счет максимального уменьшения размера частиц в этих установках создается огромная поверхность испарения мелкодиспергированных капель раствора поэтому используют повышенные температуры сушильного агента до 200 градусов цельсия при сушке термолобильных пищевых материалов на процесс испарения затрачивается большое количество теплоты и температура материала регулируются по температуре уходящего воздуха которая достигает от 70 до 80 градусов цельсия невысокая температура материала и быстрая сушка несколько секунд позволяют получить сухой порошок практически с полным сохранением питательных и биологически активных веществ в качестве воздухоподогревателей применяют паровые колориферы различной конструкции пластинчатые ребристые из стальных труб с приваренными прямоугольными пластинками шайбовые с приваренными к трубам шайбами или с новитой на трубах металлической лентой в колориферы пар подают под давлением от 0,8 до 1,6 мегапаскаль нагретый в подогревателях до 160 200 градусов цельсия воздух поступает в сушильную камеру чаще всего она имеет форму цилиндра с плоским или коническим основанием реже прямоугольника с двускатным дном на металлическом из профильной стали или железобетонном каркасе закреплены двойные стенки внутренняя из листовой нержавеющей стали или метлахской плитки наружная из листовой стали возможные верхняя и нижняя прямоточные подачи воздуха и раствора при нижней подачи скорость воздуха в камере должна быть выше скорости витания наиболее крупных частиц материала распылительные сушилки имеют камеру цилиндрической или цилиндроконической формы распыленные в камеру эмульсии суспензии или пастообразные материалы контактируют с горячим сушильным агентом воздухом или топочным газом вследствие чего обезвоживаются метод распылительной сушки наиболее эффективен для получения мелкодисперсного сыпучего порошка или гранул также с его помощью можно восстановить слежавшийся продукт превратив его в качественный порошок распылительные сушилки непрерывного действия применяются для сушки крахмала молока кофе молочного сахара отрубей и других продуктов длительность нахождения продукта в камере распылительной сушилки от 2 до 5 секунд распылительная сушилка а1орч непрерывного действия применяется для сушки кофе молока меланжа и других жидких растворов представляет собой цилиндрическую камеру большого объема продукт распыляется при помощи механических или пневматических форсунок центробежных дисковых или ультразвуковых распылителей наибольшее распространение получили центробежные распылители распыленный продукт под воздействием высоких температур высушивается и 70 процентов сухого порошка поступает на дно сушильной камеры а 30 процентов его уносится воздухом воздух очищается от сухого порошка в циклонах и отсасывается вентилятором из сушильной камеры порошок транспортируется шнеком в пневмо транспортную линию где охлаждается техническая характеристика распылительной сушилки а1орч представлена в таблице на слайде распылительная сушилка ctr 500 фирмы нема предназначена для получения сухих молочных продуктов из-за концентрированного обезжиренного или цельного молока сушилка представляет собой установку конвективные распылительной сушки смешанного типа содержит элементы противоточных и прямоточных сушилок с вертикальной цилиндрической камерой паровым нагревом воздуха и нижним его подводом в камеру центробежным распылением жидкого продукта и очисткой отработавшего воздуха в тканевом фильтре концентрированный продукт поступает в бак 1 сгущенного продукта откуда центробежным насосом подается в расходный напорный бак из него по вертикальному трубопроводу через регулирующий клапан поступает сушильную камеру 3 на распыливающий сопловой диск приводимые во вращение с помощью паровой турбины при вращении диска с большой скоростью происходит диспергирование жидкого продукта в объеме сушильной камеры с образованием факела воздух из помещения очищенные в воздушных фильтрах 4 и нагретый в паровых колориферах 5 поступает сушильную камеру через два радиальных отверстия расположенных в нижней части в результате контакта нагретого воздуха и факела распыла жидких частиц продукта происходит их обезвоживание и образование твердых частиц сухого продукта при этом имеет место сепарация сухих частиц в сушильной камере крупные частицы оседают на дно откуда с помощью скрипкового механизма и шнекового транспортера поступают на охлаждающие сито мелкие частицы подхватываются потоком отработавшего воздуха и через отверстие в верхней части камеры уносятся в рукавный тканевый фильтр 7 частицы продукта отделяются от воздуха и поступают в шнековый транспортер где смешиваются с камерной фракцией очищенный отработавший воздух вентилятором выводится в атмосферу с помощью регулятора можно менять частоту вращения паровой турбины и соответственно распыливающего диска техническая характеристика сушилки ctr 500 представлена в таблице на слайде распылительная сушильная установка rs1000 предназначена для сушки предварительно сгущенного обезжиренного и цельного молока представляет собой прямоточную распылительную сушилку с центробежным дисковым распылением вертикальный цилиндроконической камерой паровым нагревом воздуха и верхним подводом его в камеру циклонной очисткой отработавшего воздуха жидкий концентрированный продукт из емкости подается насосом дозатором в центробежный распылитель с электроприводом и распыляется в объеме камеры с помощью быстро вращающегося диска с радиальными каналами воздух из помещения очищается фильтре и нагнетательным вентилятором подается в паровой колорифер и далее в воздухораспределительное устройство сушильной камеры расположенная на ее крыше распыленный продукт контактирует закрученным вокруг оси сушильной камеры нагретым воздушным потоком и обезвоживается часть сухого продукта камерная фракция выводится из камеры через нижний патрубок ее конической части вибролоток и далее в систему пневмотранспорта остальная часть циклонная фракция уносится из-за камеры отработавшим воздухом в два основных циклона очищенный воздух отсасывается вентилятором и выводится в атмосферу а сухой продукт через роторные затворы поступают в систему пневмотранспорта где смешивается с камерной фракцией в системе пневмотранспорта происходит охлаждение сухого продукта воздухом разделение сухого продукта и охлаждающего воздуха происходит в циклоне пневмотранспорта очищенный воздух вентилятором пневмотранспортом подается на повторную очистку воздуховод перед основными циклонами. Установка имеет систему автоматического регулирования влажности сухого порошка по косвенному параметру, температуре выходящего из сушильной камеры воздуха. Стабилизация этой температуры осуществляется автоматическим изменением подачи жидкого продукта на распыливающий диск с помощью насоса-дозатора переменной производительности. Техническая характеристика сушилки RS1000 представлена в таблице на слайде. Компания GeoGroup разрабатывает установки для сушки распыливанием, которые соответствуют строжающим требованиям по переработке молока и отвечают самым высоким стандартам безопасности и производительности оборудования. Компания предлагает широкий выбор конструкций распылительных сушилок. И после установки на пищевом предприятии специалисты GeoGroup настраивают каждую установку в соответствии с требованиями для оптимальной работы, а также с очень специфическим составом и свойствами продукта. Компания GeoGroup выпускает распылительные сушилки двух моделей Compact Dryer и MSD. Compact Dryer применяется для производства сухой молочной сыворотки и сухого молока. По своей конструкции Compact Dryer одинаково подходит для таких продуктов как сыворотка и другие слегка липкие продукты, а также для производства тонких порошков или плотных агломератов. В зависимости от конкретных требований сушилка может быть оснащена ратоционным распылителем или системой распыления с форсунками. Compact Dryer – это распылительная сушилка со встроенным псевдоожиженным слоем, которая образуется вокруг отверстия для выпуска воздуха в нижней части сушильной камеры. Концентрат распыляется и подается в верхнюю часть сушильной камеры с помощью набора форсунок или роторного распылителя. Сухой воздух с высокой скоростью подается вертикально через воздушный диспергатор. Это обеспечивает оптимальное смешивание с распыленным концентратом. Испарение влаги происходит мгновенно, в то время как капли проходят через сушильную камеру ко встроенному псевдоожиженному слою внизу для дополнительной сушки. Отсюда порошок выгружается в виброфлюидизир, в котором происходит окончательная сушка и охлаждение. Из-за того, что воздух выходит в нижней части сушилки, агломерация происходит только в псевдоожиженном слое, что приводит к образованию плотных агломератов. Технологическую схему сушилки вы видите на экране. Распылительную сушилку MSD можно применять для получения сухого молока и пищевых смесей. Распылительная сушилка MSD специально разработана для удовлетворения требований молочной промышленности, включает в себя технологии переработки молока и распылительной сушки. Распылительная сушилка MSD имеет высокую эффективность и подтвержденную документами гигиеничность и занимает видное место в молочной промышленности. Распылительная сушилка MSD – это многоступенчатая распылительная сушилка, сочетающая технологии распылительной сушки и сушки в псевдоожиженном слое с трехступенчатым процессом сушки, для обеспечения максимальной общей эффективности сушки и качества продукции. Комплект форсунок распыляет концентрат и подает его в сушильную камеру. Осушающий воздух поступает вертикально через воздушный диспергатор с высокой скоростью, обеспечивая оптимальное смешивание с распыленным концентратом. Порошок направляется в псевдоожиженный слой виброфлюидизер для окончательной сушки и охлаждения. Воздух для сушки выходит из камеры вверху, обеспечивая очень четко выраженную вторичную агломерацию. Когда мелкие частицы в воздухе для сушки сталкиваются с распыляемой струей из форсунок. Отработанный воздух проходит через рукавный фильтр, который отделяет оставшиеся частицы, содержащиеся в воздухе. Если требуется неагломерированный порошок, мелкие частицы непосредственно направляются в псевдоожиженный слой виброфлюидизер. Распылительные сушилки для молочных продуктов Tetra Pak. При сушке молочных продуктов горячий воздух температурой от 160 до 205 градусов Цельсия, в зависимости от продукта, закачивается в сушильную камеру вместе с концентрированным продуктом. Высушенный продукт попадает в так называемую жидкую ванну под сушильной камерой, которую постоянно встряхивают. Видимо, имеется в виду виброаппарат с псевдоожиженным слоем. Воздух также выталкивается из-под сушильной камеры, чтобы охлаждать порошок и поддерживать его движение. Распылительные сушилки Tetra Pak для молочных продуктов включают, помимо основных технологических узлов, систему наблюдения с помощью камеры для непрерывной проверки распылительных форсунок и предотвращения скопления продукта. Tetra Pak утверждает, что при распылительной сушке чем меньше сопла, тем лучше, поскольку чем больше капель вы получите, тем с большей поверхности вы сможете удалить влагу. Другим ключом к успеху является наличие сушилки правильного размера для конкретного применения и правильной степени агломерации. Tetra Pak выпускает распылительные сушилки четырех модификаций. Tetra Pak WB для сушки молочных продуктов. Tetra Pak T WB для сушки детских смесей. Tetra Pak Pro Lag для порошкового пермиата и порошковой сыворотки. Tetra Pak TFB для сушки белка. Рассмотрим каждую из этих сушилок подробнее. Распылительная сушилка с широким корпусом от Tetra Pak WB WB Wide Body представляет собой полностью автоматическую систему непрерывной распылительной сушки. Сушилка подходит для производства всего ассортимента молочных продуктов. Система разработана специально для клиентов и поэтому доступна для широкого диапазона составов продуктов и производительности. Гибкость в ассортименте продукции и функциях порошка, проверенная технология, длительные производственные циклы благодаря контролируемому потоку воздуха. Полностью очищаемый корпус сушилки. Внизу страницы есть ссылка на брошюру, но, к сожалению, она не открывается. Распылительная сушилка Tetra Pak TWB для детских смесей. Принцип работы. Воздушный поток внутри сушильной камеры следует прямоточному обратному потоку, что означает, что воздух движется вниз с продуктом, а в конус продукт движется к выходному отверстию конуса, тогда как воздух выходит из сушилки вверху. Поскольку продукты для детского питания обычно содержат относительное высокое содержание сахара, используется более длинная траектория сушки, что приводит к удлинению сушильной камеры. Распылительная сушилка Tetra Pak TWB выпускается с широким корпусом и большой высотой. Продукт попадает в интегрированный статический слой, где продукт сушится до конечной влажности. Воздух, который используется для этого статического слоя, обеспечивает сушку и охлаждение порошка и, кроме того, снижает относительную влажность и, следовательно, липкость. Формирование завесы вдоль конуса для уменьшения отложений в стене. Из статического слоя порошок попадает во встряхиваемый слой Tetra Pak, где охлаждающий воздух используется для псевдоожижения и охлаждения продукта. Лист имеет зигзагообразный рисунок для обеспечения четко определенной термообработки и времени пребывания. Парашют попадает в просеиватель для удаления комков, если таковые имеются, для транспортировки в силосы и упаковки. Производительность сушилки составляет 3000 кг в час. Технические характеристики сушилки следующие. Расход пара 10 бар 8000 кг в час. Расход электроэнергии 580 кВт. Ледяная вода 20 кубометров в час при 2 градусах Цельсия на входе и 8 градусах Цельсия на выходе. Расход сжатого воздуха 6 кубометров в час. Распылительная сушилка Тетропак Пролак это полностью автоматическая система непрерывной распылительной сушки сыворотки. Он подходит для производства сыпучих беспыльных порошков пермиата, а также подходит для работы с сывороточными порошками. Гибкость в ассортименте продукции и функциях порошка проверенная технология, длительные производственные циклы это основные отличия распылительной сушилки Тетропак Пролак. Потребляемые ресурсы в расчете на производительность 4,5 тонны в час при обезвоживании от 64 до 98 процентов сухих веществ. Расход пара давлением 9 бар 3,5 тонны в час. Электроэнергии 320 киловатт. Ледяной воды 4 кубометра в час при температуре 2 градуса Цельсия на входе и 6 градусов Цельсия на выходе. Сжатого воздуха 13 кубометров в час. Распылительная сушилка Тетропак ТФБ для сушки белка. ТФБ это Толл Форм Бастл. Распылительная сушилка ТФБ для высоких форм. Разработана для длительных производственных циклов. Полностью автоматизированная и воспроизводимые производственные условия. Сушилку легко чистить с помощью полностью автоматизированного цикла СИП. Сушилка может быть установлена в линию производства Пермиата компании Тетропак. Распылительные сушилки SPX Flow Angidro. Функция и принцип действия. Распыленные капли сушатся. Высушенный продукт собирается и доставляется для дальнейшей обработки без каких-либо промежуточных ручных операций. Процесс распылительной сушки применим к широкому ассортименту продуктов и отраслей промышленности. Доступны установки производительностью от нескольких грамм в час до 80 тонн в час. Установки малой производительности используются как лабораторные для отработки процессов. Компания SPX Flow занимается разработкой и производством распылительных сушилок разной производительности от лабораторных до крупно-тоннажных промышленных сушилок, а также разработкой и поставкой заводов по производству сухих продуктов. Распыление и распределение воздуха являются ключами к процессу распылительной сушки, так как и то и другое в значительной степени влияет на окончательную структуру и качество порошка. Часто распылительные сушилки оснащаются высокоскоростными центробежными форсунками, обеспечивающими прочную и надежную работу. Форсунки высокого давления используются, когда требуется произвести крупнодисперсный порошок с малым разбросом гранулометрического состава и высокой насыпной плотностью. Форсунки-распылители мелкие капли вращаются вокруг одной или нескольких центральных форсунок, чтобы обеспечить оптимальные параметры разбрызгивания. Особые характеристики. Распылительные сушилки SPX Flow включают в себя ряд особых конструктивных особенностей, включая распылители, а также форсунки с регулируемыми потоком для легкого запуска, остановки, короткого периода выхода на рабочий режим, контролируемого размера частиц и легкого управления процессом. Преимущества распылительных сушилок SPX Flow Единое качество. Полный контроль содержания влаги, структуры частиц, гранулометрического состава, растворимости, смачиваемости, сохранение естественных ароматов и вкусов. Энергоэффективность в соотношении производительности и стоимости. Универсальность, индивидуальная конструкция установки. Кроме продажи распылительных сушилок, компания SPX Flow предлагает услуги по модернизации существующих сушилок. Переход с одноступенчатой схемы на двухступенчатую, а с двухступенчатой на трехступенчатую систему сушки. Сейчас на экране демонстрируется брошюра, в которой описываются преимущества такого перехода, а также технологические схемы перехода. Например, на третьей странице брошюры представлены одно и двухступенчатые схемы сушки. Видно, что при переходе на двухступенчатую сушку производительность возрастает с 900 до 1160 кг в час. Ниже, на той же странице, представлена трехступенчатая система сушки, использование которой увеличивает производительность до 1400 кг в час. На следующих страницах брошюры представлены предложения по совершенствованию конструкции распылительных сушилок для достижения заданной производительности и качества после их модернизации. Выше мы рассмотрели сайты производителей распылительных сушилок. Ссылки на эти сайты я оставлю в описании. Но этот обзор был бы неполным, если бы мы не рассмотрели форсунки для распылительных сушилок. Что мы сейчас и сделаем. Ним из производителей форсунок является компания SprayDryNozle.com. Преимуществами форсунок SprayDryNozle, по мнению производителя, являются сокращение эксплуатационных расходов на 50%, увеличение срока службы изнашиваемых деталей и исключение поломок, уменьшение скопления и улучшение качества порошка, улучшенное уплотнение для предотвращения утечек, повышенная гигиена и очистка с соблюдением норм. Доступна стандартная двухлетняя гарантия на оборудование, которая не включает гарантию на переходные колпачки. Рассмотрим некоторые из перечисленных преимуществ с критической точки зрения. Производитель заявляет, что есть увеличение срока службы изнашиваемых деталей и исключение поломок. Исключение поломок невозможно чисто технически. Форсунки представляют собой сложный составной узел, который включает в себя в том числе пружины и детали с резьбой. Можно лишь отчасти согласиться с заявлением об увеличении срока службы, который может достигаться применением современных сплавов или современных технологий металлообработки, но согласиться с исключением поломок не представляется возможным. Следующий пункт преимуществ говорит об уменьшении скопления порошка. Порошок скапливается в нижней части распылительной сушилки, а форсунки устанавливаются обычно в верхней части. Расстояние от форсунок до порошка велико. Неясно, как форсунки и их конструкция могут влиять на скопление порошка. Предлагаю с критической точки зрения подходить к заявлениям производителей любого оборудования, так как каждый производитель имеет отдел маркетинга, который пишет хвалебные тексты о продаваемом оборудовании. Учитывая сказанное, рассмотрим подробнее форсунки, предлагаемые spraydrynozzle.com. Начнем с серии Retrofit Spray Dry Nuzzle. Серия Retrofit подходит тем производителям сухих пищевых продуктов, которые хотят воспользоваться технологией распылительной сушки Click & Dry. И при этом не использовать сварку при монтаже форсунок. Сменный навинчивающийся колпачок Click & Dry подходит для имеющегося корпуса форсунки и повышает ее производительность. Форсунка Retrofit может монтироваться в сушилке двумя способами. С помощью фиксатора рисунок слева и с помощью застежки рисунок справа. Узел фиксатора с плотной посадкой обеспечивает герметичность под давлением, характерную для серии компактных форсунок. И тем самым достигается наиболее компактная конфигурация. Монтаж на застежке обеспечивает выравнивание изнашиваемых частей и стабильное качество распыления. Монтаж на застежке продлевает срок службы изнашиваемых частей. Серия форсунок Compact Spray Dry. Это серия компактных форсунок для распылительных сушилок. Так же как и в предыдущей серии форсунок, форсунки компактной серии фиксируются либо с помощью фиксатора, либо с помощью застежки. Обратный клапан Drip Pro. Обратный клапан это вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды. Drip Pro призван предотвратить пригорание частиц распыляемой жидкости и ее подтекание после прекращения подачи жидкости. Обратный клапан Drip Pro надежен при подаче молока и в любых сложных условиях эксплуатации. Drip Pro разработан для вязких продуктов с высоким содержанием сухих веществ, таких как пищевые продукты и другие продукты, где требуется очень длительное время работы без засорения. Инструменты и аксессуары Click & Drag. Применение инструментов и аксессуаров для монтажа-демонтажа форсунок и их технического обслуживания повышает производительность и сокращает затраты. Предлагается использовать инструменты как минимум трех разных модификаций для извлечения пригоревших форсунок. При этом поставщик обещает, что применение его инструментов снижает вероятность поломки при откручивании. Кроме этого, предлагается использовать специальные штифты при снятии форсунок и съемники для снятия завихрителей потока и дисков, универсальные гаечные ключи и динамометрические ключи. Также предлагаются к приобретению специальные боксы для хранения форсунок и ящики для хранения боксов с форсунками и инструментом. Думаю, приобретение таких инструментов у производителя форсунок имеет низкую целесообразность. Многие из предлагаемых инструментов можно приобрести в магазинах промышленного инструмента или заказать их изготовление на машиностроительных предприятиях России. Спасибо за внимание! Вы посмотрели видео лекцию, посвященную устройству и принципу действия распылительных сушилок. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok